Представители руководства муниципалитета и поселений городского округа, представители различных служб и подразделений собрались в районном историко-культурном центре, чтобы послушать и обсудить ежегодное обращение губернатора Подмосковья. Слушать и слышать людей, брать ответственность на себя честно и открыто объяснять, почему было принято то или иное решение. Чуткая власть под таким названием в этом году прошло обращение Андрея Воробьева. В нем он подвел итоги прошедшего года и озвучил планы на будущее. Прежде всего в финансовой сфере. И отрадно, что Ленинский городской округ отличается неплохими показателями. У нас растет бюджет, консолидированный в Московской области. По итогам работы за 2019 год он составил порядка 740 миллиардов рублей. На 2020 год поставлены более амбициозные цели. Территории нашего муниципального образования собираются достаточно хорошие показатели, объемы доходов, консолидированный бюджет Московской области. Коснулся губернатор и вопросов дорожного строительства и благоустройства городских территорий. Их он отметил как одни из важнейших. В этом году в нашем округе также будет вестись активная работа в этом направлении. На 2020 год на территории городского округа запланированы много мероприятий по ремонту автомобильных дорог и по комплексным благоустройствам. Начну с ремонта, что по губернаторской программе дороги Подмосковья, с привлечением софинансирования за Дорожного фонда Московской области, мы планируем отремонтировать 14 автомобильных дорог. По программе формирования современной комфортной городской среды мы ремонтируем 10% от общего числа дворовых территорий. Это 15 дворовых территорий. В сфере медицины Андрей Воробьев отметил, что главное увеличение продолжительности жизни. Отдельно губернатор остановился на вопросах развития спорта. Я рада была слышать губернатора, который держит руку прямо на пульсе о том, что происходит в спорте, в образовании. И очень приятно осознавать, сидеть, слушать и понимать, что в нашем Ленинском районе вот все то, что является приоритетным, находится на первом месте. Говоря о культуре, губернатор поручил активнее развивать направление работы с молодежью, поощрять молодые таланты. Наш район участвует в двух национальных проектах Московской области. Это национальный проект, который совместно с Министерством культуры Московской области по приобретению музыкальных инструментов. И участвуем в программе одаренных детей по стипендии губернатора. Губернатор отметил, что за последние шесть лет в Подмосковье прибавилось 247 тысяч школьников и 130 тысяч малышей, которые ходят в детский сад. Поэтому одно из главных направлений в этой сфере строительство новых учебных заведений. И здесь Ленинский округ не отстает. В нашем районе образование уделяется особое внимание. Реализуются также национальные проекты. Хочется отметить, что в связи с тем, всем понятно, что увеличивается ежегодное количество детей дошкольного и вышкольного возраста. Поэтому объектам строительства детских садов и школ уделяется первостепенное внимание в нашем районе. И если в 2019 году было открыто три объекта дошкольного образования, то в 2020 году будет открыто уже пять объектов. И в общеобразовательных учреждениях было открыто два объекта. В следующем году планируется открытие трех объектов. Также губернатор осветил темы экологии строительства, транспорта и туризма. В конце мероприятия собравшиеся обменялись мнениями по поводу основных тезисов обращения. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.